Очагитление еще есть, но ситуация полностью под контролем специалистов. До ближайших сельских населенных пунктов и Анапы дым, ветер, к счастью, не доносит. Вы видите, мы сейчас находимся на самом объекте, здесь нет ни гари, ни дыма. Площадь, где есть разрозненные очагитления, сократились до 300 квадратных метров. Пожарные продолжают проливать их водой и пересыпать грунтом. Вчера союзникам выступил дождь, сегодня напротив установилась сухая, жаркая и ветреная погода. Дополнительный рейс на сегодня есть, мы пытаемся его локализовать, связан с тем, что усиление ветра у нас. Идет постоянный ветер 8 метров в секунду восточного направления, что, соответственно, немножко придает сложности. Отсыпка идет тяжелой техникой, подвозится грунт и засыпаются те прогоревшие участки. Хочу поблагодарить федеральную пожарную службу. В очень сложных погодных условиях сейчас действует штормовое предупреждение 4-5 класс опасности. При высокой температуре и очень сильном ветре проходят инженерные работы по тушению пожара. Процесс локализации тления и задымления представляет собой сложные инженерные работы. Для пересыпки полигона по всему периметру необходимо более 20 тысяч тонн грунта. Городские предприятия, водоканал, тепловые сети, сити-кристалл, ДРСУ-Вираж, фотогрейт. И предприниматели предоставили самосвалы и другую технику. В пиковые дни здесь работали порядка полусотни машин. Предприятие помогало много, анапчане не остались равнодушны к этому. Но особая активность была последние два дня, это вчера и сегодня, когда подключился особенно Автодор. Прежде всего хочу выразить благодарность анапчанам и гостям города за их терпение, понимание того, что здесь происходит. Именно те работы, масштабные работы, которые ведутся в том числе и с участием сил Краснодарского края. В МЧС отмечают, что основные работы завершены, однако за ситуацией будут продолжать следить. Тление может продолжаться на глубине нескольких метров. Такие очаги будут выявлять и ликвидировать. Предварительная причина пожара – поджог.